Дорогие друзья, всем привет! Это ЕБМ на ДТФ.ру Обожаю. Да, с вами... Вообще мы... Мы любим аббревиатуры. Мы пришли на ДТФ для того, чтобы говорить, что это ЕБМ на ДТФ. Да. С вами Павел Болоцкий, Артоваст Мородян и... И Захар Бочаров. И мы начинаем утреннюю подборку новостей за вчерашний день. Я, кстати, одну новость хочу выбросить, друзья. Не взял, кстати, две новости. Какие? В первых вышел трендер-мунии, который... Бичплейн. Я просто забыл, я... Ну, там как бы просто есть шпион. Выйди вон, да. Ладно. И Трансформеры сегодня. Трансформеры ночью вышли, я забил. Давайте завтрак обсудим. Одной строкой вышли трейлеры Мумии и Трансформеры. Гоу на Ютуб. Гоу на Ютуб, смотрите эти величайшие фильмы. Нетленки. Нетленки. Особенно Мумия. Особенно. В контексте Мумии нетленка звучит. Да, и учитывая, что это какая? Четвертая, пятая, восьмая уже часть. Это перезапуск. Это перезапуск. Ну, да. Окей, это перезапуск, но это типа... Мумия женщина. И да, и там Том Кукуруз играет. Кукуруз. Смотри сейчас. Про пяти я хотел выбросить. Ирлюминаты, томаты. Потому что там, на самом деле, ничего почти нового нет. Там ролик был. Смело выбрасывай. Одной строкой посмотрите. Да, хорошо. Хорошо. Вот, одной строкой, друзья. Арт-директор Microsoft Studios подтвердил, что релиз мультиплеерного боевика Crackdown 3 состоится на рождественских праздниках для 2017 года или раньше. Просто великолепное заявление. То есть, игра выйдет через год или раньше. Называть даты релиза от противного это топчик. Ну, в смысле. Ну... У нас есть даты релиза, называть ее я, конечно же, не буду. Ну, то есть, через год допилим, наверное. Crackdown это песочница про мужиков в экзоскелетах, где все можно сравнять с землей. Crackdown 3 анонсировали, я не помню. То ли на E3 2015, то ли на E3 2014. Тысяча лет назад. По-моему, на E3 2015. Потому что мы смотрели трейлеры. Я такой, и что? А вы такие, да, это же Crackdown. Я такой... Ты играешь в Battlefield, мне кажется. Вот это для них игра. Нет, там... Ну, вот именно вот там в Crackdown можно разрушить все реально вот до полигона. Тогда им надо играть. Серьезно. Есть такая японская игра, которая все время в форсе. Earth Defense Force. Там можно все разрушить, прям все здания можно разрушить. Все как Red Faction Guerrilla. Да. Да. Но при том, все такое картонное, понимаешь. Ну, это... И прелесть, знаешь, чем в старых частях, я не знаю, как в новой. Когда ты разрушаешь... Это я объясню, значит. Есть такая японская трэш, абсолютно трэш категории B серии игр Earth Defense Force. Их там уже штук 6-7 или 10 даже. Вот. Суть в чем. Вы защищаете город от нашествия гигантских насекомых. Всяких там красных муравьев, черных, пауков. Какой-то вообще всякой мрази. Красные муравьи, черные муравьи. Там типа 50 миссий. И половина из них проходит на одной и той же карте. То есть там всего несколько локаций. Типа подземные эти ульи. Угу. Значит, город и какая-то пустошь. И город, это типа некий Токио, значит. И город все время разрушается в каждой миссии. И в каждой новой миссии он уже отстроен. Отстраивается заново. Да. Ну, потому что он настолько схематичный. У нее дико весело играет, потому что она кооперативная. Ну, ты просто бегаешь, угораешь. И там есть мои любимые вещи, которые есть, мне кажется, только в японских играх. Муравьи. Нет, когда твои напарники, которыми управляет искусственный интеллект, там просто есть реальный напарник, типа, в коопе. И есть просто, типа, куча солдат, которые для массы сделаны. Вот. И они кричат, и моя любимая фраза. Релоудинг. Релоуд фейлд. То есть, я такой, я перезаряжаюсь. Ой, не получилось. Уронил такой-то. Да что ж ты такой растяпа? Да, давай, помогу. И, конечно, гигантские муравьи на нас идут, и он там кричит, что они смогут перезарядиться. Ну, руки могут трястись, когда ты видишь огромного гигантского муравья, поэтому в целом-то объяснил. Ладно, теперь вы знаете про эту дичь. Да. Да, собственно, вышел трейлер еще, вот Паша попросил сказать, я скажу. Вышел трейлер «Мумии» с Томом Крузом, и вышел трейлер «Трансформеров», который вышел ночью. Я думаю, мы завтра все-таки его более праздновательно обсудим. Но вообще, я Майкла Мбея уже давно не уважаю. Присыщен. Ну, абсолютно я. Ну, то есть, какой-то, ну, он превратился в такой конвейер, конвейерович вообще, который клепает один и тот же фильм с новым графом. Ну, то есть, я сейчас понимаю, что фанаты «Трансформеров» сейчас мне, наверное, уже летят в экраны, вгрызаясь мне в глотку, но, блин, серьезно, «Трансформеры» любить, это как в «Дотку» играть. Я, по-моему, даже до конца ни один фильм не должен играть. Даже в «Дотку» играть лучше. Даже в «Дотку» играть лучше. Ладно, перейдем к основному блоку, наверное. Топ-продаж Steam за неделю у нас на первом месте, в котором Watch Dogs 2 заняла третье место. Цифровой магазин Steam обликовал отчеты. Господи, на первом месте у нас топ-продаж, где Watch Dogs 2 заняла третье место. Это просто... Абсолютно верно. Ты просто Оксимирон в тебе зародился, можно сказать. Цифровой магазин Steam опубликовал отчет о самых продаваемых играх в период с 27 ноября по 4 декабря. Дополнительная статистика взята с аналитической площадки Steam Spy. GTA 5, вторую неделю подряд, держится на первом месте. У игры примерно 5,8 миллионов обладателей и 86 тысяч игроков в сутки. Полагаю, что какие-то скидоны. Полагаю, что да. 100%. Tycoon Planet Coaster также не поменял позицию и продолжает удерживать второе место. У игры 326 тысяч копий и 11 тысяч игроков в сутки. Watch Dogs 2, которая вышла 29 ноября на ПК, обосновалась на третьем месте топа, подвинув Ведьмак 3 на пятую позицию. Хочу тебя отвлечь. Есть важный комментарий из ВК. Пришел. Не все воспримут шутку про доту как шутку. Не стоит так шутить. Не стоит. Не стоит шутить с дотой. Очевидно, уже нашелся человек, который не воспринял шутку про доту как шутку. Воспринимается серьезно. Вконтакте с этой аудиторией серьезно. Смотрит мемы. Нет, это недопустимо. Недопустимо. Недопустимо шутить. У хакерского боевика от Ubisoft сейчас 119 тысяч обладателей и 15 тысяч пользователей в сутки. Показатели Ведьмака 2 миллиона копий и 21 тысяча пользователей соответственно. Counter-Strike GO за неделю поднялась с 7 на 4 место. За сутки в игру играют 640 тысяч пользователей. Fallout 4 опустился с пятой на шестую позицию. На прошлой неделе, кстати, так же было. 640 тысяч пользователей играло в Counter-Strike GO. Они, видимо, это одна какая-то биомасса, которая не меняется. Нет, ну просто естественно. Ни новых, ни старых, то есть никто не уходит, никто не может войти, никто не может выйти. Ну да, пропадают там. Не стоит с этим шутить. Потому что я не играл в CS GO все это время. Не шутить. Поэтому не видишь чем-то, если я не могу. Стратегия Цивилизация 6 остается на 8 месте. Dishonored 2 снова в топе, занимает 9 строчку чата. Doom закрывает топ-10. Я рад за Rainbow Six. Я рад за Doom. Не за Fallout я рад. За всех рад. Я за всех рад. Целовать бы в их полигональные щечки. Думаю, можно... Что, щечки? Ну да. А, я услышал полигональные очки, я думаю... Очечки. Очечки. Донат, донат. Донаты. Налетело. Донатов. Спасибо, друзья, за донаты. Да, приятно. Нежный гигант. Наш старый... Нет, подожди, я перепутал. Бористо Мэн. Алик, запиливаю уже новогодний марафон по гаучи... Гаучи суда. Гауча. Гауча суда. Гауча. Да. Вчера мы говорили, когда, собственно, праздновали день рождения нашего коллеги Ивана Ефимова, вчера мы заговорили про Дэдпула, и через секунду Ян Крузовлев подозвал официантку и сказал, мне, пожалуйста, Чимичангу с манго. Ну, просто Дэдпул любит шутить про Чимичангу, если вдруг ты не в курсе. Не в курсе. Ну, и зрителям тоже. Но те, кто в курсе, тем понравится. Нежный гигант прислал денег и пишет, из-за анонса переиздания Крэша получил такую нерд-дерекцию, что снять состояние смог только смахнув пыль со старенькой PlayStation 1 и запустив оригинал. Лучшее сексуальное переживание за последние пару месяцев по вскрытым. Паша прав, Паша всегда прав. Паша, не важно, ты всегда прав. А про что речь была? Не знаю. Просто Паша прав и все. Да, переиздание Крэша выглядит хорошо, но играется точно так же. Ну, да. Очевидно. Игорь Рябушкин, парни, доброе утро. Планируете ли вы проводить прямые шоу в костюмах от Дедов Морозов? Донат Захару на ананасовую пиццу и Арику на страстную царицу. Ничего себе. Я боюсь, что страстная царица, я уже не говорю о пицце, стоит больше 111 рублей, но большое спасибо. Придется влезать в бюджеты. Я попытаюсь слепить ее. Я нашел, кстати, в магазине новый продукт. Так. Называется съедобный пластилин или как-то так. Это пластилин, сделанный из теста для детей, чтобы они, если что, его сожрут, не померли. То есть он обладает всеми свойствами пластилина? Да. Окей. Возможно, страстную царицу и нашу пиццу, и твою пиццу надо будет слепить именно из этого теста. Из съедобного пластилина. По бюджету вписываемся, кстати. То есть он стоит так дешево? Что-то там 15 рублей, такой комочек небольшой. Господи. То есть для нас страстную царицу мне хватит, но может два комочка. В любом случае, спасибо. Спасибо. Я думаю, можно перейти к следующей новости. Наверное. Возможно, ты прав. Надо подумать об этом. Но ладно. Первые оценки игры The Last Guardian. The Last Guardian. Да. 5 декабря появились первые оценки The Last Guardian. Грядущего приключенческого... Грядущего? А, ну да. Он же еще не вышел. Да. Сегодня или завтра? Приключенческого экшена про дружбу мальчика и сказочного существа, напоминающего детеныша Грифона. Средняя оценка The Last Guardian на портале Metacritic составляет около 83 баллов. И до сих пор так держится. Среди 46 обзоров 35 положительные, а 9 смешанные. Бездушные. Ты что-то, по-моему, вообще... 35 ты сказал? Да. А, хорошо. А что? Не, ничего. 305 ты услышал? Я просто показал, да, ты как-то с цифрами на бонус. 305 было бы неплохо. Основные претензии критиков обращены к технической стороне игры вроде подвисаний или вылета... Вылетов у меня вообще не было. А также к неудобному управлению. Я думаю, что, кстати, к моменту, когда люди смогут сами поиграть уже в Last Guardian... Завтра. Ну, типа того, да. Я думаю, потому что уже есть патч 1.0.2. Уже 2 патча вышло за то время, пока игра была у журналистов. То есть был 1.0.1. Да. И теперь уже 0.2. Так что я думаю, к выходу... Ну, вылетание у меня... Я прошел всю игру, у меня вообще не было ни одного вылетания. Ну, вылетания, да. Тоже не случались. Но я думаю, что у кого-то и могло случиться запросто. У вас вообще консоли взлетали, хотя я не заметил вообще никакой разницы. Автор обзора от издания GameSpot поставил 9 баллов и из 10 отметил, что The Last Guardian после завершения хочется перебройти снова. Да, кстати. Я прям... Вот. Мы сегодня пройдем с Пашей еще раз. Ну, не всю, естественно. А, с Захаром, да. Когда завершается история, сложно удержаться и не начать ее заново. Испытания, через которые вы проходите, заставляют привязаться к обоим персонажам. То же самое можно сказать про анонизм. В целом-то. То есть ты привязался... 9 из 10 привязался к обоим персонажам. Да, и к руке, и... Сложно удержаться, и чтобы не начать заново. Это как все время портал Катаху написал обзор на секс. И это была одна из самых просматриваемых статей в его истории. Обзрыватель из IGN выдал игре 7 баллов бездушная тварь из 10, посетовав на проблемы с управлением и обзором. Своим обзором. Своим обзором есть проблема. Не прямую речь, а... Ладно, прочитаем, так и быть. Разрыв между преимуществами и недостатками Last Guardian ошеломляет. Ну, что ты несешь? На каждый изумительный момент здесь обязательно встречается что-либо несуразное, что рушит атмосферу. Не согласен. Ну, серьезно, если бы что-то рушил прямо на серьезную атмосферу, я бы первый, кто вопил бы об этом. Вот. Так, например, выводят из себя управление и углы камеры. Камера, да, дерьмовая, но она прям не то, чтобы... Не читай просто. Не могу я, прям у меня горит от IGN. Но от здешней непередаваемой красоты все равно сложно оторваться. Ну, хоть ладно, замазали. Джим Стерлинг, автор блога The Jimquisition, оценил игру в 6,5 из 10, потому что он бездушная скотина. Он пожаловался на то, что приятные моменты игрового процесса нередко перемещаются с странными недоработками. Я бы хотел сказать... Не я, а он. Что мне понравилась игра, так как у нее не так много недостатков. Но все-таки я не могу так сделать. Я не могу просто отбросить все то время, которое было потрачено без удовольствия и использовано скорее на борьбу с игрой. И сказать, что я играл в шедевр, каким считаю им многие. Когда-то давно я бы и мог так сказать. В общем, какие-то слезы вообще, печали. Забейте на Джима Стерлинга. Издание Digital Foundry опубликовало сравнение производительности игры на PlayStation 4 и Pro версии консоли. Оказалось, что в 4К и PlayStation 4 Pro и в 1080p на PlayStation 4 Last Guardian заметно тормозит. Лучше всего показало себя 1080p версии игры на PlayStation 4 Pro, которая доступна опционально. Ну, я бы хотел сделать ремарку по поводу того, что Джим Стерлинг довольно известный игровой критик. Да, да, безусловно. Я тут не спорю, что он известный. Это утрирование. Потому что, ну, к нему мнение часто присутствует. Я нет. Это такой... Он так, ну, на мой взгляд, я прошел игру, он прошел игру. Я считаю, что он написал полную хрень, серьезно. Ну, окей, но просто там, типа, забейте на Джима Стерлинга. Да, забейте на Джима Стерлинга, абсолютно. Не совсем все же корректно, потому что есть у него и другие мнения о поводу других игр. Нет, забейте на него в целом. Он не шарит вообще. У него нет души. Polygon поставил 7,5 из 10. Еврогеймер сказал, что надо брать. Destructoid 8,5. Gamespot 9, мы же говорили. Gameformer 8. Так, что еще есть? Ну, средняя оценка в районе 8 баллов, что... Видеогеймер 9. Если средний или 504. Ну, 83 на метакритике, да. Поэтому, да, на метакритике. Last Guardian находился в разработке 9 лет. Некоторые СМИ даже сообщали о закрытии проекта. Да, в Леонидеон 2014 года вот привели твит от IGN, который написал, что Last Guardian официально отменен. Да, да. Причем слух пошел из России матушки. Да, наверное, мы сейчас не будем поднимать эту историю. Оставим ее на сладенькое. Но игра все-таки будет выпущена... Была... Будет выпущена 6 декабря, эксклюзивная для PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. То есть сегодня. Да. Вот. Почему мне казалось, что где-то еще фугурил даты 7 декабря. Может, это типа оригинальная. Да, там Америка и Европа, они отличаются в один день. Я точно не помню, что где. В качестве главного дизайнера Last Guardian выступает Фуми Туэда. Он известен по приключенческим акшенам Айка и Shadow of the Colossus. По словам Уэда, Last Guardian это сборник идей его предыдущих двух проектов. Он играется абсолютно так. То есть это некая квинтэссенция того, что было... Что ты выдаешь утробные звуки? Просто на бумаге это действительно так, а на деле это получается... Ну, сильно самостоятельное произведение. Ну, в смысле... Никто не говорит, что это не самостоятельное произведение. Это просто лучше он взял из Айка и взял лучше из Shadow of the Colossus. Ну, обратно, на идее есть, но... Абсолютно очень много геймплей, но похоже на Айка. Вот эти карабкания... Да, и на Shadow of the Colossus тоже. Но я бы в последнюю очередь сказал бы, что игра это смесь Айка и Shadow of the Colossus. Допустим, если кому-то рассказывал свои впечатления. Для простого объяснения человека, который уже играл, ты, ну, запустив игру, ты почувствуешь те же эмоции, которые ты испытывал при игре в Айка или Shadow of the Colossus. И если в обе играл, то вообще для тебя это будет как будто возвращение в родной дом. Абсолютно. Вот. У меня на этом всё. Да, окей. Низкие продажи Titanfall 2 не покрыли слабые результаты в рознице. Аналитическая фирма SuperData Research опубликовала отчёт по мировым продажам видеоигр за октябрь 2016 года. Шутер Titanfall 2 показал слабые результаты как в рознице, так и в цифре. Юзи его не спас. По данным SuperData Research, цифровые продажи Titanfall 2 составили четверть от результатов первой части. Оригинальная Titanfall вышла в 2014 году и даже не была представлена на консолях PlayStation. В целом доходы от цифровых продаж за октябрь выросли на 14% по сравнению с 2015 годом. Оборот консольного рынка в цифре увеличился на 14%, а пока блокбастеры принесли аж на 78% больше денег. И сейчас такая армия ПК покровителей, поклонников такая врывается. Да! Консоли умирают, тормозят развитие индустрии, 78% больше. Игра, которая разговаривала 9 лет, тормозит. На вас отбирают до нитки, ваша игра тормозит до 10 кадров в секунду, из-за вас все проблемы. На недавней конференции... Извини, опять ВК почему-то дает очень интересные комментарии. Дает жару. Что у этой животины с глазами про Last Guardian? Ответ. PlayStation Move'ы встроили в глаза. А правда, у от Рико все время светятся глаза, причем там есть ситуация, когда они разными цветами. Об этом говорили на самом деле уже давно. Про PlayStation Move'ы? Нет, нет. Почему у него светятся глаза? Ну а почему у него светятся глаза, вы узнаете, когда будете играть. Нет, мы можем сказать, что об этом говорили в ролике. Это определенная реакция национальная. Да, считываются его чувства. На недавней пресс-конференции UBS в Сан-Франциско финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен заявил, что компания верит в долгосрочный успех Titanfall 2. Такого же мнения придерживается исполнительный директор Electronic Arts Питер Мур. Релиз Titanfall 2 состоялся 28 октября. С разницей в несколько дней также вышли блокбастеры Battlefield 1 и Call of Duty Infinite Warfare, у которых с продажами все нормально. То есть при этом Titanfall 2 геймплей на многих впечатлило, наверное, даже побольше, чем эти перечисленные игры. Ведь Изуев вообще считает, что это лучшая игра в мире. Да, но при этом... Среди этих трех. Лучшая игра, такая звездочка, среди этих трех. Как Let It Die. The best game ever made, probably. Вот. Но в любом случае, похоже, с Titanfall 2 все плохо. Пока Titanfall 3. Ну, блин, Крис... Я не думаю, не пока. Все может быть. Ну, опять это будет такое, типа... Ааа, отдайте нам денег. Но в этот раз... Ну, к сожалению, да. Но это решение было не... Не респаун. Не респаун, да. И Electronic Arts решила так выпустить игру. Поэтому, собственно, проблемы... То есть тут у респаун хорошее положение, по идее, в том плане, что оценки у игры хорошие. Да. Дело продаж за издателем. Да. То есть это... Но бабло у издателя на следующую часть. Нет, ну и соответственно, если они не тупни, то они понимают, что это... Тупни. Ну, типа они, ну, с каким-то неправильным решением. Выпустили игру, ну, там, не так удачно, как могли бы. Хотя мне все равно кажется, что не факт, что что-то там повлияло, выйдя на там до или после. Ну, просто, к сожалению, Titanfall это еще не громкий бренд. Да, Titanfall это еще не такая величина, да. Но если сделать там условный... И поэтому денег на третий Titanfall, Electronic Arts может дать, просто пересмотрев политику, возможно, выхода игры. Да, ну, короче, блин, обидно за нее. Потому что игра действительно очень годная. Очень годная. Нет. В Square Enix, нет, вру, владельцы оригинальной Bulletstorm не получат бесплатную версию переиздания, потому что... Потому. Не получат десерт, пока не съедят первое. Первое декабря студия Gearbox анонсировала переиздание боевика Bulletstorm для современных игровых систем. Исполнительный директор компании Рэнди Питчфорд ответил в своем твиттере на несколько вопросов от фанатов игры. Оказалось, что всем, кто приобрел оригинальное издание Bulletstorm 2011 года, все равно придется платить за обновленную версию. Because fuck you, мне кажется. Да. Некоторые издатели при... Знаешь, почему придется? Потому что Gearbox недополучила денег с версии Bulletstorm, которую она выпустила в 2011 году. Да, поэтому мы продадим эту игру не новым людям. Поэтому мы продадим ремастер не новым игрокам, а старым игрокам, которые купили в 2011 году. Мы будем сжать бабло из всех. Да, но, понимаешь... Вы хотели этого сами. Те, кто не купил Bulletstorm в 2011, вряд ли, ну, может быть, сейчас и купят, но, ну, типа, многие, да. Ну, блин, ну, а кто-то купит дважды. Ну, почему бы и на таких фанатах не нажиться? Да, да, ведь все хорошо. Ведь даже Bethesda так не делает. Даже Bethesda, даже этот читатель комиксов, Тодд Говард, имеет какую-то совесть, да? Да, 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 да. Ну, ты же просто не любишь Тодд Говарда, поэтому я решил... Да нет, Тодд Говард просто, если честно, он немного начал привирать вот эту сушу. Слушай, он с Fallout мне ничего не наврал. Я не знаю твоих ваших проблем с Elder Scrolls серией. С вашим проблемом с Тоддом, ну, блин. Там вообще много проблем. Тодд хитрый парень. Слушай, ну, у него работа такая. Ну, он где-то пока делает неплохо, это ладно. Но то, чтобы он прям мне врал, мне он не врал. Ты просто не читал его смски пока что. Там ты увидишь. Некоторые издатели при релизе ремастер-версии игры раздают бесплатное издание всем, у кого есть оригинал. Ну, то есть, так было со Скайримом, у кого был, типа, какой-то там Legacy, Legendary Edition. Это не только со Скайрим, до этого тоже был какой-то председатель. Ну, в общем, это нормально. Это как девочка-отличница, которая всех отпускает с урока, она такая, а домашка? И, типа, из-за этого дают домашнее задание. Вот, кто-то выпустил один раз. Из-за этого дают в табло, девочки. Это тоже, но чуть позже. Кто-то один раз дал бесплатный ремастер, тем, у кого был оригинал. И все остальные такие, типа, блин, и что, нам теперь тоже давать, что ли, бесплатно все игры, которые мы там разрабатываем? Я услышал фразу, что нам теперь тоже давать бесплатно. Вот. О чем это я? Я про Bulletstorm. Однако, Bulletstorm Full Clip Edition не попадет в число таких проектов. Исполнительный директор студии Gearbox, Рэнди Питчворд, рассказал об этом в Твиттере. По словам Питчворда, это связано с тем, что у Gearbox нет прав на оригинальную игру, и студия лишь помогает авторам боевика People Can Fly с разработкой. Вспихнули ответственность. Да, да. Это не мы, это People Can Fly, они жадные, там, ну, вы понимаете, Восточная Европа, там, не все ладно, там, ну, забейте. Вот примерно так. Вот. Владельцы оригинальной Bulletstorm на ПК получат обновленную версию бесплатно. А, ну, вот, собственно, вопрос в Твиттере. Ответ без вариантов, совсем другой издатель. Время, платформа, оригинал выходил на Games for Windows, товар и прочее. В общем, отмазались. Товары и прочее. Отвечайте, 42. Не, ну, возможно, действительно, там еще технические проблемы, но я не хочу вникать. Ну, например, да, Games for Windows закрыт сейчас. Да, 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 это большая техническая проблема. А если Bulletstorm в Твиттере? А его нет в Steam разве? Не знаю. Бои Storm, Паша, есть в Steam? Нет в Steam. А, он только, а, он горит, а, горит. Да не, ты что, разве электроник-карсово упускал? Нет, тогда мы зря его обижали, понимаешь? Тогда понятно, почему он не продался. Да. Возможно, кстати, теперь, если он выйдет в Steam все-таки, все будет хорошо. Bulletstorm Full Clip Edition выступает компанией-издателем. Где-то, боже мой. Да? Семей есть новое решение. Не, ну, тогда я не понимаю проблем. 419 рублей стоит. Недавно открыло новое направление Publishing. И, видимо, из-за того, что оно молодое, они еще не в курсе, что ремастеры надо давать бесплатно. Оригинальный Bulletstorm вышел 22 февраля 2011 года. Разработчиками выступили студия PeopleCam Fly и Epic Games. Издателем стала компания Electronic Arts. Среди других шутеров Bulletstorm выделяется уникальным стилем и набором оружия. Например, в арсенале главного героя был четырехствольный дробовик. Система, стреляющая гранатами на цепи и пушка, заряженная подпрыгивающими бомбами. Да, господи, там можно было... Все как в реальной жизни. Да, там можно было выпинать своих врагов, а потом стрелять, подкидывая их в воздух через несколько секунд. Короче, трэш-угар и сатанизм. Прекрасно. Из-за этого ее и любили. Очень динамичная, интересная и... Трэш-угар и сатанизм. Красивая игра для своего времени была. Да, а я тем временем донаты. Я тем временем донаты. Читаю донаты. Да. Максим Геннадьевич Паша. Максим Геннадьевич Пейн присылает очередной донат, а это значит, что Павлу придется... Выходит на сцену, друзья. Лирическое отступление. Я даже увеличил для тебя, шериф. Отлично, я же слепой уже, старенький. Старенький слепой стал. Многочисленными оправданиями своих грехов ты пытаешься загладить вину, чтобы заставить утихнуть совесть и попытаться спасти свою душу. А точнее сказать то, что от нее осталось. Бо-бо-бо. А я думал, бо-бо-бо будет, знаешь, бо-бо-бо-бо. Слук выключающийся техника, да? Бо-бо-бо-бо. Серго прислал 300 рублей и пишет, люблю вас, отвратительный. И Захара, конечно, тоже, но, омо. Спасибо. Но отвратительным мы стали благодаря Петру Сальникову, который нас оприютил на все время. Да, отвратительный. Спасибо, Петру. А что ты головой машешь туда-сюда? Что ты машешь? Нет, такой, нет. Не хочет нас ответственность за твое поведение. Ян Дронов, Захару, на его любимую пачку сигарет затянись как следует. Издевательство. Тро-ло-ло. Спасибо, я потрачу эти деньги с умом. Не курю два месяца. Square Enix впихнула в Final Fantasy XV своего главу и лапшу в стакане. Запихнула лапшу в стакане. Запихнула своего главу и лапшу в стакане. Наказание по-японски. Раньше было харакири, а теперь тебя запихивают в огромный стакан с лапшой. Несмотря на то, что провела в разработке неприличное количество времени, Final Fantasy XV кажется незавершенной. А, я так понял. Новость от Сергея Цилюрика. Важная помета. А, да. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением колумниста. Да, иногда мы берем новость из других ресурсов и, естественно, глумимся над ними. Потому что... Почему нет? Мы вообще не глумимся обычно. Да не глумимся, просто ваше мнение... И вообще и сейчас не глумимся. Зачем мне это вообще сказал? Да, мнение в данной ситуации абсолютно иное. Просто Сережа Цилюрик очень любит Final Fantasy. У него большая, огромная любовь ко всей серии. Да, вот такая, как показывает Петр. Примерно там же растет. Вот. И поэтому он очень трепетно относится ко всей серии. У него есть, естественно, любимчики. И пятнадцатая часть не в числе любимчиков. Square Enix планирует создать DLC, боссом которого является гейн-директор компании Йоски Мацуда. Есть геймплей, подтверждающий это намерение и то, как это будет выглядеть. Или выпускает рекламу по игре, в которой все сделано из лапши. Вот это вот прям от души. От души. Да, там, где все это. Не буду включать. В избежание громких звуков. Хотя, сейчас сделаю вот так. Да, да, действительно, ведь можно же звук уменьшить. И включить этот шедевр еще раз. Хочется стереть себе память и присмотреть этот шедевр еще раз. Реклама, на самом деле, довольно короткая. Блин, да это, ну, не только Final Fantasy XV этим мается, на самом-то деле. Была реклама Subway, в которой Дрейк живого. Все японское мается. Ну, то есть японская реклама, если вы не в курсе, это отдельный дивный мир. Вообще, все японское, это отдельный дивный мир. Реклама, это отдельный-отдельный дивный мир. Вы на Ютубе можете найти подборку прям роликов часовых условий, где нарезка японской рекламы. Иди-ка угореть. Если вам скучно, к вам пришел друг, и вы хотите поплакать, не плачьте. Просто включите японскую рекламу и посмотрите. Да, и действительно, сначала показывают обычный ролик, а потом куча дичи, где там персонажи, предметы. В конце у него шляпа. Да, шляпа из лапши. Из коробки от лапши. Да и нормально, господи. Легко. Пускай постебутся. Есть целый сайд-квест, на протяжении которого все герои непрестанно говорят, какая-то лапша быстрого приготовления, невероятно вкусная и идеальная. Это, естественно, Product Placement. И да, есть красивый скриншот. Я просто на лету выкидываю весь негатив, и остается очень мало. В игре Final Fantasy XV есть борщ. Есть борщ, да. Как можно ненавидеть эту игру? Не любить вообще. Одна из самых, я бы сказал, самая сексуальная еда в истории видеоигр, представленная в Final Fantasy XV, потому что это реально фудпорн, там, когда показывают. А, я думал, что борщ это самая сексуальная еда. Борщ, самая сексуальная еда ever, это пожизненное, как бы, звание. Вот, а Final Fantasy XV, реально, там, кушал коллегона, будто в ухо. А давай представим самую не сексуальную еду в мире вообще. Да, да. Щи. Да, нет, почему? Щи, щи нормально. Особенно... Щи это борщ без свеклы. Да, солянка, холодец какой-нибудь. Нет, подожди, холодец довольно сексуально выглядит. Нет, подождите, подождите. Он такой дрожит. Дело не в том, как выглядит сексуальная еда, это баланс между ее внешним видом и вкусом. Нет, ну это тогда вкусовщина. А мы же тут, ну да, серьезные люди. Ладно, все. Все объективно. Хрен с них. Повеселились с лапшой, хватит, перейдем... Сексуальной лапшой повеселились. Есть прекрасный у... У меня. У авторов цианистой калии счастья комиксов есть прекрасный ролик по поводу любви к лапше. Можете его посмотреть, он будет очень в стил. Ну, осторожно, там есть кадры, где совершаются сексуальные действия с едой, когда один из персонажей доказывает свою любовь к этому блюду. Знаешь, я думаю, многие смотрели американский пирог, хотя, наверное, многие уже не видели. Многие уже, наверное, и не помнят, хотели бы стереть испарь. Но вы-то можете догадаться, если речь о нем зашла после... Да. Final Fantasy XV, что это история про гомосексуализм. Ладно, перейдем к следующей новости, она тоже связана со Square Enix. Паш. Да. Испанский игровой сайт рассказал об отказе Square Enix присылать ему пресс-копии из-за низких оценок на игры издателя. Каноба, берегись! Я бы вот что сказал. Журналисты испанского сайта Ария, я не знаю, как правильно читать, Джугонес или Жуганес, или... Я не знаю, испанский, если вы мне подскажете. А, Юганес, наверное. Юганес? Да. Просто несколько раз повторяю. В общем, испанского журнала заявили, что представители Square Enix отказали им в рассылке пресс-копии из-за низких оценок к играм издателя. Об этом сообщает Котаку. Ну, конфликт этого журнала, скажем так, сайта, господи, чего журналом его назвал, этого сайта возник испанского не напрямую со Square Enix, а с компанией Koch Media, представляющей издателя в некоторых европейских странах. По словам журналистов, с сайта, который посещает около 700 тысяч человек в месяц... Ну, это соу-соу. Ну, 700-то неплохо. Это немало, но это не топовые показатели. Ну да, 700 тысяч просмотров в месяц. Это 6 из 10. Непонятно, про уников речь или про просмотры. Потому что если уников, то довольно неплохо. Ну да, ладно. Вот, если просто просмотры, то довольно так себе. Тухненько, бложик. Вот. В месяц компания отказалась... Ну, не бложик, конечно. Представлять им... В общем, нормальные цифры. Что-то говноедствовать стали по поводу цифр. Нормальные, 700 тысяч, блин. Компания отказалась представлять им пресс-копии из-за того, что они якобы часто оценивают ее игры ниже среднего. Например, Final Fantasy 15 оценили в 7,5 из 10. Хотя средние оценки игры были заметны... Видимо, Кох-Медиа не в курсе про Конобу. Кох. 6 баллов. Обратите внимание, пожалуйста. Вот. А редактор из... Потому что Кох-Медиа, ну да. Да. Редактор издания заявил, что представители Кох-Медиа связались с ним по телефону и обвинили в нанесении вреда их компании. Журналистам пригрозили в исключении их сайта из списка прессы, с которой работает этот партнер Square Enix. Дальше прямая речь от Альберто Линареса, редактора этого сайта. Я прям представляю, как он делает вот так, когда все это говорит. Представители Кох-Медиа сказали мне, что мы всегда оцениваем их игры ниже, чем другие испанские издания и сайты, представленные на Метакритик. Черт подери, это уже художественное допущение. Хотя на самом деле это не так. И что? Согласно Метакритик, в 57%... Тут надо вспомнить любимую фразу Олега Чемде. Ты так думаешь, но это не так. Да. Согласно Метакритик, в 57% рецензий Ария Юген и Югонес оценка выше, чем в среднем среди игровых изданий. Если говорить о недавних проектах с Вереникс, то портал поставил 8,5 из 10 Дэвус Экмонганин Дивайдов, что-ли, по-моему, чудовищно много. Ну ладно. 7,8 из 10 World of Final Fantasy. Чё? Они поставили World of Final Fantasy больше, чем пятнашки. Ну почему нет? Кьяк. Кьяк, да. Ну ладно. А в Кохмиде... Ну блин! Ну там разные ниши. Я тебе опять хочу напомнить про то, о чём мы говорили сегодня. Ладно. Про 6 баллов! Просто забавно. 6 баллов. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Канабу. Окей, ладно. В Кохмиде Сквэреникс заявление Ария Югонес комментировать отказались. Как отмечают Котеку, издатели часто используют чёрные списки, чтобы наказывать игровые СМИ и блоги. Я накажу тебя. Особенно это вредит маленьким сайтам, которые по большей части полагаются на трафик с рецензией. Сам Котеку подвергался подобным штрафам со стороны Ubisoft и Bethesda. Но там причина другая была. Они сливали информацию про игры Bethesda и Ubisoft раньше срока. И за это штраф я вижу адекватным. А штраф за то, что ты высказал своё мнение и поставил бы они 3 балла, это нормально. Это их мнение. То есть ты можешь с ним быть не согласен, как я, например, не согласен с ним и Канабу. Но это право ресурса. И не давать им игры, это право издателя. То есть они просто пойдут и купят эту игру. Не давать им игры, это право издателя, но это, знаешь, как сказать, это похоже на детскую обеду. Это несерьёзно. То есть это пресса. Ты как бы, ну... Они хотят, чтобы трафик, который читает статьи в прессе, конвертировался в покупателей. Поэтому они... Так или иначе. Это, ну, это странное решение. Я не считаю, что это странно, когда про тебя пишут, а ты недоволен. Я бы не стал так тоже поступать, но просто нету недостатка информации по Final Fantasy 15 в интернете. Совершенно очевидно в данном случае. И немного как бы... Ну, то есть издатель в этой позиции, типа, вы выполняете свою работу, а я, типа, вам, ну, типа, а я на вас обиделся. Ну, просто, тут дело в том, что... Ну, то есть это реально обидка. Дело в том, что выдача пресс-копий это не регламентированная штука, а чисто добровольная история. Да, ну, да, ну, это нормально, если ты выдаёшь всем пресс-копий, выдаёшь её всем. Они вот это, типа, ой, ну, тебе что-то, типа, тебе не нравится, ну и пошёл в жопу, я тебе игры свои давать. Ну, ты же не одну Final Fantasy выпускаешь. Ну, вон, они Deus Ex поставили 8 с половиной. Хотя игра, в которой не хочется возвращаться, и она, ну, типа, ну, оказалась... Ну, она всё равно хорошо сделана. Она, ну, она норм. Она хорошо сделана. Она не впечатляет, она не поражает. Кто вообще помнит сейчас про Deus Ex, который вышел, блин, в конце? Ну, я уверен, что в прецедентах за игру года он появится. Там хороший геймдизайн. Dishonored 2 его уделал по геймдизайну. Ты там много кто уделал о Deus Ex, понимаешь, в этом и дело. Ну, ладно. Люди возлагали больше надежд на Deus Ex, а он оказался просто, ну, нормальный. Ну, не про него сейчас речь, на самом деле. Вот. И они поставили довольно высокую оценку. Ну, то есть это... Ну, то есть 7 с половиной это много, да. Но это другая проблема. Сейчас критики своим подходом к оценкам, на самом деле, во многом дискредитировали эту десятибальную систему. У нас осталось пятибальная, в которой 5 это лютое говно, а 10 это там шедевр. И 7 и 5 это уже воспринимается как игра на троечку. Хотя... Это тоже верно. 7 с половиной из 10 это очень высокая оценка. Тут каждый поступил как хотел, и в целом все имели право поступить так, как есть. Но то, что они, надеюсь, не станут прогибаться под Square Enix в плане оценок, потому что, ну, аудитория ждет честности, в первую очередь. Если издатель, как бы, ведет себя так, то, ну, я считаю, что в данном случае... То есть даже не Square Enix виновата, а Koch Media, которая распространяет игру. То есть те, кто отвечает перед Square Enix, ну, за распространение. Ну, то есть это, мне кажется, случай, знаешь, такого... Не только за распространение, еще и за продажи региональные в том числе. Я, это случай, когда, типа, мы будем перестраховываться и будем давать только тем, кто хорошо отзывается о наших... Ну, они имеют право на такой подход, он может казаться поскудным, но они имеют на него право. Как люди, которые заинтересованы в получении бабок с продового копия. Я понял, что плапа, по-моему, с Антоном Логовеновым, который в своей рецензии о Dragon Age Inquisition сказал, что ему, типа, не дали пресс-копию, потому что он плохо оценил, типа, предыдущую часть. Dragon Age 2, да, была такая история. Ну, потому что Dragon Age 2 говно, вот, ну, неудивительно, что я его плохо оценил, при всей моей любви к серии. Да, давай не доказывай только мне, что Dragon Age 2 хороший. Да нет, я не играл в Dragon Age 2, я не хочу ничего про него говорить, просто там, по-моему, были еще какие-то личности мотивы в этой ситуации. Ну, это же нам неизвестно. Тайна покрытая шоколадом, как говорится. Ладно, разработчики Horizon Zero Dawn рассказали о главной героине игры. Тайна покрытая шоколадом. Да это какой-то рекламный слоган тупой шоколадки. Управляющий директор... Тупая шоколадка. Ах ты, тупая шоколадка. А я не шоколадки вижу моей. Управляющий директор Guerilla Games Хермен Хюльст и нарративный директор Джон Гонсалес рассказали о мире игры, движке и главной героине Horizon. Когда Guerilla Games только приступала к разработке новой игры, у студии было два концепта. Безопасный и проверенный, и Horizon. Два концепта, безопасный и проверенный. А, безопасный и проверенный, это один концепт. И Horizon, это второй концепт. Поначалу Хюльст пытался склонить команду к первому варианту, однако идея Horizon настолько понравилась директору, что в итоге он сдался и согласился на концепт. Я так понимаю, безопасный и проверенный, это Killzone 4. Я хочу вас склонить, ноу-хому. Да, справедливо. Мир Horizon Zero Dawn сочетает древние тайные и новые технологии. Племя Нора для собственной защиты использует деревянное оружие и преимущество ландшафта. У обригенов есть некоторые технологии, полученные от машин, населяющих мир Horizon Zero Dawn. В своей игре студия Guerilla Games стремилась воссоздать правдоподобную экосистему планеты, населенную роботизированными животными. Они хотели сделать мир максимально реалистичным. Все, что пользователь увидит в игре, проектировалось с оглядкой на существующие аналоги. Многие дизайнеры Guerilla Games раньше работали в индустриальном направлении. На начальном этапе разработки студия искала технологии и инструменты, чтобы усовершенствовать движок DeSima. Геймплей новой игры предполагал, что исследование займет важное место в проекте, и движок должен был отвечать этим требованиям. Хочу напомнить, что движок DeSima это тот же движок, который Кодзима взял у Guerilla Games для Death Stranding. Да, в результате довольно... И у Кодзима он выглядит лучше. Длинного, да, ну, блин, это Кодзима. Ну ладно, с плюсом ради... Харайзом выглядит охренеть. Дело не в том, что это Кодзима, просто Харайзен это огромный открытый мир и уже готовая игра. А у Кодзимы там маленькая катсцена, которая идет в реальном времени. Маленькая катсцена сделана на движке, ну, надо понимать. То есть дай бог Death Stranding будет выглядеть так же хорошо. Да, да. Маленькая героиня Horizon Zero Dawn, охотница по имени Элой, появился еще на самом начальном этапе разработки. Она молода, подвижна и знает, как противостоять машинам. Молода и подвижна. Как описание порноактрисы, реально. Разработчики Guerilla Games сказали, что не могли бы создать мир игры без Элой. Придумывая имя, хотели подобрать слово, объединяющее первобытное и технологичное. Так и появилось имя Алоэ. Алоэ, да, точно. Алоэ, это Алоэ. Которая переводится с английского как сплав. Сама охотница выросла обособленно от своего племени, поэтому не разделяется и вере аборигенов. Ранее разработчики рассказали, что при работе над образом главной героини вдохновлялись с персонажем Эллен Рипли из фильма Чужой. Ну и еще, очевидно, рыжей одичалой из игры Престоп. Да не думаю, она вообще не похожа. Horizon Zero Dawn, совпадение, не думаю. То, что на ней шкура, это не значит, что они одинаковые. И рыжие волосы, и копье в руке. Ну, внешность, там даже какие-то черты лица. Мне кажется, кстати, внешность вообще другая. Ну, то есть у актрисы из игры Престоп, у нее очень вытянутые такие острые черты лица. У этой наоборот. Ну, это пухлое. Это пухляш. Хорайзон Zero Dawn анонсировали на E3 2015. Игра с на ней эксклюзивом для PlayStation 4 выйдет 1 марта 2017 года. Важный вопрос пришел через донаты Яндронов, который себя закидывал на пачку сигарет. И, кстати, его пачка сигарет стоит больше. Вот. Какую игру... Моя пачка сигарет сейчас стоит ноль. Я не курю больше. Спасибо. Какую игру ждете больше? Это очень сложный вопрос. RDR2, Red Dead Redemption 2 или The Last of Us 2? The Last of Us 2. Серьезно, ты даже не подумаешь ни секунды? Да, конечно. Ну, в смысле, Red Dead Redemption мне очень понравилась, а The Last of Us одна из любимых. Конечно, The Last of Us 2. Ну, в смысле, тут нету соревнований для меня никакого. Для меня это разные весовые категории. Близкие, но разные. Очень люблю Red Dead Redemption. Очень хорошая игра. Да ладно, первый бог с ним. Ты бы вообще второй видел. Ну, вот столько. Сколько нам всем показали. Ну, ты видел, как он выглядит. Два кадра. The Last of Us 2 плохо, что ли, выглядит. Это же... Сейчас все игры выглядят красиво. Практически все, кроме Earth Defense Force. Игры выглядят хорошо. И поэтому, как бы, ну, тут уже сборишься. The Last of Us всегда выглядит хорошо, потому что ты дорисовываешь все, что там есть. И начни обзор наиграть. Это без тошниловки. Но, в любом случае, для меня это Last of Us. А ты что скажешь? Очень сложно, правда, решить. Last of Us первая для меня одна из вообще любимейших игр, а также как у Захара. Но у меня есть, конечно, претензии. Но, тем не менее, я очень жду вторую часть. Но Red Dead Redemption 2 я тоже очень жду. При том, что первая меня не так впечатлила. Но Rockstar в последнее время меня поражает. Больше, чем раньше. То есть все больше и больше. Меня не поражали, там, GTA San Andreas, например, после, там, третьей GTA. Я даже не прошел. Вот. И Vice City. Я очень люблю Vice City. Но он тоже не поражает. Но GTA 5 он поражает. Он прям, ну, и визуально, и геймплейно, и вообще, ну, мелочами своими. И черт подери, внутри игры есть свой интернет. Ну, то есть, блин. Вот. Я надеюсь, что в Red Dead Redemption 2 сделают интернет. Внутренний интернет, да. Внутри игры. Вот. И я хочу верить, что Rockstar, если вы будете выпускать игру, то это будет что-то монументальное. Всегда когда Rockstar выпускает игру, это что-то монументальное. Даже если это настольный теннис для Wii. Он все равно самый лучший настольный теннис, который существует. И я очень жду и ту, и ту игры, и я не могу выбрать. Я очень жду и ту, и ту. Вот. На самом деле, если они выйдут одновременно, я, наверное, в первую очередь буду играть в Last of Us 2, потому что она просто тупо короче. Циничный, практичный ублюдок. Ну, по той же причине я сначала прошел Last Garden, а потом взялся. Кстати, это самая фигня, да. Вот, потому что я понял, что в Финалку я очень, в один день я очень хотел играть в Финалку, и я понял, блин, Last Garden. Этот день был примерно пять лет назад в моей жизни, когда я купил себе PlayStation 3. Я очень хотел играть в Финалку в тот день, но поиграл вот в 2016. Ладно. Новость суперэксклюзив, мы, по-моему, заметили, это первыми в мире. Да, суперэксклюзивная новость мне вчера тебе тоже Олег прислал, да? Я был свидетелем, я был свидетелем, как это все рождалось в соседнем части. Он мне кричал, что у нас бомба, а я говорю, что случилось там. Он говорит, что у нас супер бомба. Супер бомба, друзья, эксклюзивный на ДТФ, впервые Олег заметил. Не Олег лично. Вау, премьер. Да, да, ну, наверное, уже все растащили к себе, но, тем не менее, мы были первыми. Во всяком случае, в русском сегменте. Во всяком случае, из-за того, что нашел Олег. Вы сейчас уже подумали, что это анонс Half-Life 3, как минимум просто. Мы так и разбирали. Не, ну, очевидно, мы в тему дня его возобилили, но нет. Создатели сериала Westworld... Вообще, кстати, ты зря заспойлерил, можно было сказать, что анонсерно Half-Life 3. Это было бы немножко... Мы подожгли бы прекрасных зрителей. Пару горячих стульев. Да, было бы обеспечено. Мне, пожалуйста, пару горячих стульев. Создатели сериала Westworld, мир Дикого Запада, запустили игру в альтернативной реальности. Звучит запутанно, но ничего, сейчас вообще ничего не поймется. Как и сюжет Westworld. Только закончился первый сезон... Кстати, там довольно многое объясняется, и я вообще, ну, недоволен Павлом, что он не посмотрел. Вот. Только закончился первый сезон нового хита... Ну, как известно, Павел всегда прав. Только закончился первый сезон нового хита от HBO, как создатели уже подкидывают подробности ко второму сезону и запускают игру в альтернативной реальности. 4 декабря вышла последняя серия Westworld, которая, судя по реакции в интернете, да и моей личной реакции, буквально шокировала некоторых зрителей. Ну, меня не шокировало, но мне все понравилось. Прям вот... АвтоВаст смотрел с интересом. Да, АвтоВаст смотрел с интересом, я остался доволен. Walking Dead скатился непонятно во что, но последняя серия ничего, но вообще любая серия, где есть Ниган, более-менее еще выезжает. Да, вот, потому что это единственное, серьезно. Я смотрю сейчас два сериала в Оон Гоинге и Walking Dead и Westworld. Westworld уже все. Вот Walking Dead это сериал, который скатился, ну, просто. У него, по-моему, за последние то ли 4 сезона, то ли за сколько, самые низкие рейтинги. У него только 5 миллионов. У него самые низкие рейтинги за последние, там, то ли с самого начала, то ли за 4 года. Это настолько плохой сезон. То есть, я не понимаю, человек, который отсматривал, ну, принимал эти серии. Он смотрел Westworld. Он, походу, смотрел Westworld. А ему было все равно. Потому что то дерьмо, которое они вообще утвердили в виде сценария, то дерьмо, которое они сняли в итоге. Я понимаю, что Киркман как бы писал оригинал, но можно же было, ну, ввели же, в конце концов, одного, даже не одного лишнего персонажа, которого не было написано. Почему нельзя было написать нормально, ну, написать? Ну, он объективно плох со всех сторон. И даже вот этот компьютерный тигр, который мы обсуждали еще, когда там были слухи о нем, он выглядит супер убого. Зачем париться, когда и так, типа, куча людей смотрит? Все плохо. Все плохо в новом сезоне, кроме Нигана. Ниган просто... Нигана, кстати, играет, по-моему, актер, который играл в Хранителях этого... Нет. Играл в очень... Комедианта. Да. И он, конечно, супер харизматичный, он тащит весь сезон. Вот. Но в остальном это дни на дна. Так вот, Вест Волта, в отличие от Вокен Деда, прекрасно. В этой новости было слишком мало негатива, и мы решили его плеснуть. Да. Так вот, вернемся к Вест Волту. Вышла последняя серия. Она ответила на многие вопросы, которые у всех были. Многие теории подтвердились. Что-то осталось за кадром. Что-то, естественно, не подтвердилось. То есть, создатели явно, ну, не хотят так просто расставаться с интригой сериала. Так что они запустили игру в альтернативной реальности, которая поможет зрителям скрасить ожидание второго сезона и подкинет новые зацепки. Игра в альтернативной реальности — это квест, который использует в качестве платформы «Реальный мир». Доступная платформа, двоеточие. Эксклюзив для «Реального мира». Пойдет даже на твом жалком «Реальном мире». Я не покупаю «Реальный мир», я играю на ПК. Другими словами, это выдумка, которая органично встраивают в реальность вокруг и которая превращает любого игрока в персонажа. Основной принцип таких игр — это не игра. Вот в чем принцип. Что вы можете поверить в это, не перестарайтесь. Там идет довольно солидный обзор всего этого. Да, да, я знаю, я читал. Для «Вест Волт», где все действия происходят в роботизированной псевдореальности, вряд ли можно придумать что-то более подходящее. Дальше, да, действительно идет большой обзор и спойлеры, поэтому я не буду вам рассказывать. Я же специально ознакомился дважды с этой статьей, чтобы понять, что не стоит вам ее знать, если вы не смотрели «Вест Волт». Я просто вам рекомендую посмотреть, сезон тем более закончился. Это необычный довольно сериал, сценарий к нему написал или режиссером, я же забыл, брат Кристофера Нолана, который был... Продюсер и режиссер, если я не ошибаюсь. Да, ну, может быть, да. Я просто не помню, кем он конкретно выступает, но он одну из ведущих ролей там играет. Одним из... То есть он работал почти над всеми фильмами вместе со своим братом Эдвардом Ло... Господи, Кристофером Ноланом. Вот. Так что, ну, чувак... Который гений! Нолан гений! Нолан не гений, но... Брат Нолана гений! Брат Нолан... Все гени! Семья гений! Нобелевку! Орден! Не знаю, надо посмотреть, я просто... Пьяный что ли? Опять? Ну, в смысле, не, мне очень нравится фильм Нолана. Ну, в смысле, я тоже не стал бы говорить, что он гений, но... Не, мне нравится не все, что делает Нолан. Я считаю, что престиж это такое напыщенное дерьмо страшное, претенциозное, что... Я тоже самое думаю про мемента, например. Вот, ну, мемента проще, но не на таких щах, как этот престиж. Вот, но не суть. Давайте расслабимся. Да, давайте расслабимся, и я вам расскажу в двух словах о том, что там происходит. Есть, в общем, пара сайтов, которые ведут друг на друга, там всякие коды, пароли, которые можно расшифровывать. Вы можете ознакомиться с этой статьей, тем более, что наши ребята раскопали это первыми. Сделайте это из уважения к Олегу Чемде и Стас Минасов, по-моему, писал. Да. Почитайте, если вам интересно. Довольно любопытно. Загляните на сайты, там, пообщайтесь с роботами. Как бы сказать, чтобы не заспелилить людям, я вот... Ну, очень сложно. Ну, лучше не говорили все. Да, в общем, вы сможете чуть-чуть погрузиться в тот мир, даже пообщаться с неким подобием искусственного интеллекта. На сайте он реагирует на фразы. Я не буду говорить, к чему относятся вообще, кто эти люди и к каким действиям относятся. Но, тем не менее, вы сможете узнать что-то большее, чем вы увидите в 10 серии. Ну вот, все. Я... В общем, для фанатов... От фанатов. Для фанатов от фанатов вполне себе реальная тема. Ладно, переходим к нашей следующей категории. Новости уродска. Где мы обсуждаем упомянутые вскользь вчера видео про то, как австралиец набил морду кенгуру. Ролик начал быстро набирать популярность, ну, потому что он реально угарный. Мы вчера посмотрели, кстати, я считаю, что австралиец не прав. В смысле? Ну, в смысле? Ты посмотри, он просто, понимаешь, в момент, когда он ударил кенгуру, он... кенгуру же отпустило собаку. Собака уже ушла. Он отпустил собаку, потому что подошел человек, который с точки зрения кенгуру простреляет больше опасности. Он оказался прав, потому что он ему втащил. Я считаю, что его надо посадить за жестокое обращение с животными. С кенгуру. Меня дико радует, как кенгуру, они вроде такие нелепые, какие-то скрюченные. В нужный момент они встают на задние лапы и становятся какими-то... этими... рестлерами вообще? Как выяснилось... Гора мышц вообще. Как выяснилось. Проведя небольшой ресерч вчера... Ну, пообщавшись с Петром, если коротко, да. Пообщавшись с кенгуру. Вот. Ну, есть такая тема, как подпольные бои с кенгуру. Человек против кенгуру. Обалдеть. Вот. И это, ну, то есть это супер какая-то дичь. Ладно, давайте немножко расскажем. В результате подпольные бои есть вообще с чем угодно. Вот. Ну, то есть... Подпольные бои с кенгуру, это звучит как отличная суббота просто, да? После того, как Бургер Кинг выставляет тендер на то, чтобы сделали... Попробовал бы он сделать тоже самое с кенгуру. С отрезанием куриц и запусканием их... Вообще, не вспоминай даже. В остеклянную трубу. Да. Ну, то есть ничего же не удивляешься. Кенгуру жалко, конечно. Тварь человеческая. Так вот, о чем мы? Предыстория ролика, да. Daily Mail и news.com.au утверждают, что нашли человека, который врезал кенгуру. Сообщается, что его зовут Грейг Тонкинс. Он сотрудник зоопарка Торонга в Новом Южном Уэльсе, что в Австралии. Случай, который стал виральным, случился еще в июне, когда Тонкинс и пара его друзей были на охоте. По данным news.com.au, Тонкинс действительно ударил кенгуру, чтобы животное освободило собаку. Как заявил организатор охоты, дикой охоты, Грейг в обычной жизни совершенно безобиден. Это он только на кенгуру так может выпендривать? Это было смешно, потому что парень, который сделал это самый безмятежный из моих знакомых, как Ян Кузовлях, если бы реально дал бы в рожу кенгуру, самый безмятежный из моих знакомых, мы отлично посмеялись над ним из-за этого удара. С другой стороны, это интернет и на видео, и с тем же успехом на видео может быть участник бойцовского клуба кенгуру. Тут я понимаю, вы с Петром перешли на тему обсуждения подпольных боев кенгуру. В данный момент зоопарк ведет собственное расследование, чтобы понять, правильное решение принял Тонкинс в данной ситуации. Ну да, одно животное спас, а другому-то, ну по-хорошему, врезать по лицу, ну не самая приятная история. Даже если ты кенгуру. Ну, у нас просто как раз вчера зародился спор с Петром Сальниковым на этом поводу, потому что я сказал, типа, что, ну, за что он его бьет, он собаку отпустил, мог бы уйти просто. Ну, он бы снова пошел за собакой. Я думаю, что кенгуру может, ну, я не думаю, что он пошел, собака гуляла и все, ну, ну, я думаю, что собаки, все, убежали. Я думаю, что он мог бы не бить, но Петя утверждает, что кенгуру бы ему так втащило бы, вот, что мало бы не показалось. А, то есть это была самооборона? Нет, ну, я так понимаю, но все равно мы не узнаем, потому что кенгуру обиделся и ушло. Я всегда угорал от кенгуру, но они какие-то нелепые такие, реально хвостатые, что-то, ну, реально скрюченные пузо, у них это мешок на пузе, там вносят других кенгуру, но они такие. Блин, я бы хотел, чтобы кенгуру сейчас тебя услышало и пришло и втащило тебя. Они могут ушатать, да, то есть это реальная тема, и не в первый раз еще знаменитые вообще фотки, где кенгуру стоят такие, о, мышцы. Знаменитые кенгуру, которые могут втащить. Могут втащить, то есть каждый из них, вот, достигший полового созревания кенгуру, он считается мужчиной, только когда втащит человеку, и после этого может вернуться к себе в стаю. Вот, и, блин, прикольно. Ну, в смысле, сам момент спарный, но сам факт того, что мы серьезно обсуждаем правомерность, можно ли было втащить ли по лицу кенгуру, это создает какой-то градус ада, который мне нравится. Да, ну, то есть, если бы это был бы медведь, я бы не, ну, не был бы против. Стоять, а медведь, значит, почему? Под медведем можно, потому что медведь, он может тебя убить. А кенгуру может тебя втащить? Кенгуру тебя не может убить. Если ты в режешке медведя, он стопудово не убит. Нет, я тоже другое, дожди. Как уничтожить себя быстро, Паша? Это уже другой вопрос. Если ты стоишь, наобороте тебя медведь на, ну, встал на дыбы, если ты хочешь, ты можешь ему втащить. Я не буду, ну, то есть, у меня не будет претензий к этому человеку, абсолютно. Я его пойму. У меня не будет претензий к человеку, который втащил кенгуру, ты прощен, садишься в церковь, в кабинку рядом со священником, там, отец, я согрешил, я втащил медведя, там, с другой стороны, Арик такой, ты прощен, иди с миром, все нормально. Первое правило кенгуриного клуба, да. Вот, плавно я предлагаю перетечь в рубрику пенисы, которая у нас, да, появляется в последнее время с завидной частотой. То вообще не было, то теперь две сразу. Новости, я имею в виду, с небольшим... Интервалом. Да. Спасибо за помощь в подбирании слов, которые я забываю. В американской штате Орегон появился первый осужденный по закону о порно-месте. Им оказался 31-летний Бенджамин Барбер. Порно-мстители. Команда порно-мстителей. Да, и в этом охренительной ситуации. Мужчина был арестован в июле 2015 года, то есть он полтора года назад. На свободе находился. После того, как выложил на несколько порно-сайтов видеозапись секса со своей бывшей девушкой. Барбера осудили по пяти случаям незаконного распространения интимных материалов. Американец получил шесть месяцев тюрьмы. Интимные материалы. Это как секретные, только интимные. И пять лет испытательного срока. Дичь вообще. В интервью Coin6 Барбер назвал решение суда буквально антиконституционным. Он объяснил, что сам является жертвой, поскольку бывшая девушка сшантажировала его этими видеозаписями. Если человек владеет авторскими правами на видео и сам является его героем, его нельзя арестовать и судить, считает Барбер. Герои не умирают. Порно-месть это размещение в открытом доступе в сети материалов сексуального характера без согласия изображенного в них лица. Как правило, такие фото и видео укладывают в интернет хакеры или бывшие партнеры в порядке мести, что и дало название практики. В январе 2014 года Израиль первым из стран принял закон, приравнивающий порно-месть к сексуальному преступлению. Различные законы против порно-мести приняты также в Канаде, Германии, Австралийском штате Виктории и 34 штатах Америки. Первым осужденным по закону в США стал 36-летний калифорний Ной Иннигуэс в декабре 2014 года. И имя которого безумно сложно найти вид на порно-сайте для того, чтобы найти видео с ним. Мне нравится термин, да. Больше всего во всех этих историях, которые на самом деле довольно житейские, мне нравится термин Я порно-отомщу тебе! Ничего, я тебе еще отомщу, так не на ухо, порно-отомщу. И Metal Gear Solid 5 могут быть гораздо более лучшие игры, если бы это была игра не про месть, а про порно-месть. И, блин, ну, на самом деле... The Last of Us 2, игра не про месть, а про порно-месть. Да-да-да, про порно-смерть. Надо, блин, любой термин становится круче, если вначале добавить порно. И не только порно, еще и кибер. И, да, кибер-порно-месть. И вообще так получается, просто почему-то выбросили. Ну, потому что кибер, это как бы уже привычно для цифрового пространства, но, на самом деле, это кибер-порно-месть. Я даже не хочу обсуждать адекватность таких, в принципе, законов, потому что тут очень тонкий лед, вот. Но меня смущает другое. Что тебя смущает? Почему люди продолжают сниматься на домашнем порно в таких количествах? Что приходится выпускать законы о порно-месте. Потому что сейчас у каждого, если честно, если... Нет, это понятно. Если отвечать на твой вопрос банально. Доступность понятна. Доступность того, что у каждого есть телефон. И все. Ну, ты же, ну, когда снимаешься в любительском фильме для взрыва. Ты же, ну, ты же, как бы должен понимать, что ты, ну, можешь... Этого человека... Да вообще, о чем ты думаешь? Ну, ты точно не об этом думаешь. Нет, ну, в этот момент. Ну, в смысле, это, на самом деле, все исключительно на добросовестности, на добросовестности участников. Как показывает практика, добросовестность, типа, на нуле. Реально на нуле. Это из-за этого и нужны законы. То есть, проблема из-за того, что люди не слишком хороши бывают. В ней, из-за того, что люди тупые, я понял. А не из-за того, что я снимаю... Проблемы из-за того, что хочешь. Да? Знаешь, что хочешь. Есть люди, которые переворачивают лица, рисуют глаза на подбородке и снимают, типа, мой подбородок разговаривать. Ну, то есть, видеоконтент стал очень разнообразным. Но при этом ты делаешь это не на своих гениталиях. А, можно сделать это и на своих гениталиях. Некоторые, может, и так делают, да, я не удивлюсь. Еще вопрос отношений. Я читал Лонгрид по поводу того, какого-то психолога. Она сказала, что через 5 лет все будут... Ну, не 5 хорошо там будет. Я тоже, да. 15 лет там все будут ссылать друг другу голые фотки. И ничего страшного, что в этом не будет. Наганта перестанет быть постыдной. Ну, то есть, вопрос потока информации и достаточной технологии. Но будет постыдно, пока будет существовать закон порно-мести. Пока будет порно-мести! Ты кому-то отправил фотку, а потом порно-мести. А потом порно-мести. На 6 лет, знаешь. Отрезанный пензик. На 5, на 6 месяцев. Почтовом ящике просто. Форно-рэп о порно-мести. Ладно, переходим к науке и технике. Онлайн-ретейлер Amazon показал оффлайн-магазин без касс и продавцов. Американский онлайн-ретейлер Amazon запустил тестирование оффлайн-магазина продуктов без касс и продавцов Amazon Go. Я сейчас прочитаю подробности, а сразу скажу. В России обречено. Для клиентов откроется в 2017 году, и об этом говорится в сообщении компании. Магазин расположен в Сиэтле, родном городе Amazon. Его торговая площадь составляет 167 квадратных метров. Ассортимент включает в себя продукты питания, напитки, салаты, сэндвичи. Все нормально. Еда, в общем. При входе в магазин клиент должен запустить приложение Amazon Go и отсканировать QR-код с экрана смартфона. После этого свободно набирает товары в корзину. Система автоматически просканирует все приобретенные товары и выставит счет в личном кабинете на Amazon. В компании рассказали, что работали над магазином в течение 4 лет. А вы на Last Guardian гоните вообще? Над магазином 4 года работали. Блин. А тут целое видеоигр. Мне тоже так могу сказать. Это не факт, что у меня есть идея лучше. На данный момент. Я буквально недавно думал, когда стоял в очереди в каком-то магазине, типа с терочкой или шесть-потого, мне пришла идея, как можно все это лучше проще. Ну, расскажи. Не расскажу. А-а-а. Может, кто-нибудь заберет. Ваши хитрые парни. Мне кажется, у него все еще нет идей. Ну, ладно. В Amazon не раскрыли детали работы алгоритма, сказав лишь, что за посетителями магазина следят очень много камер и датчиков компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Представители ретейт... Два робота выходят, хватают тебя за руки и утаскивают. И порно-местя. Чапи и Папи. Да, в кладов такие. Кенгуру! Робот-кенгуру идет и дает тебе по щел просто. Выпрыгивает такой. Заплати за сэндвич. А то я заберу в заложники твою собаку. Представители ритейлера отметили, что система фиксирует как положенные клиентам в корзину товары, так и те, которые он вернул на полку. Это на фоне того, что в Европе какой-то немец, по-моему, заработал 10 тысяч евро, опуская и вынимая одну и ту же бутылочку на ниточке, которую он сдавал и вынимал снова. Но его потом штрафанули там по этому поводу и он вернул эти деньги. Но он делал это очень долг, он очень терпеливый и заработал большую сумму. Сейчас магазин доступен только для сотрудников Амазон. Открытие для всех состоится в начале 2017 года. Преимущество очевидно. Не придется стоять в очереди или разбираться с кассами самообслуживания. Однако большую выгоду также... Ну и связываться с кассиршами. Большую, да. Большую выгоду также получают... Не хочу обидеть кассиров, но правда... Ну обижу. Иногда просто вымораживают. Конечно, но их тоже можно понять, они целый день делают одни эти шаги. Ну вот их освобождают от этого. Они сами согласились на эту работу. Большую выгоду получает также и сама компания. Амазон может отслеживать покупки и предпочтения пользователей в офлайн-магазине для подготовки рекомендаций, которые с наибольшей вероятностью привлекут в онлайне. Я, конечно, понимаю, что нам вообще не светит увидеть это когда-нибудь. Вот. Ну то есть в верево открывается Амазон Гоу. И закрывается через час. Потому что это просто будет, не знаю, это конкурс мародеров. Ты же понимаешь, фактически, марафон мародерский. И люди, которые просто, я не знаю, сломают турникет на входе, сметут всю водку и очень быстро уйдут. И камеры наблюдения, и роботы-кенгуру, они тут не помогут никак. То есть это обречено на провал. Это требует очень высокой степени социальной... Ответственности. Да, и самоосознания. Я не уверен, что даже сотрудники Амазон, я не уверен, что они читерят в этом магазине, не пытаясь прихватить какой-нибудь... Ну, я думаю, что там все продумано. Четыре года все-таки разрабатывалось. Они, наверное, идиоты. И есть же понимание, как это... И наняли Рыбакова, который просто будет расстреливать... Да-да-да-да-да. Вот, я думаю, что... Ну, нет, на самом деле, проблема... Я не думаю, что если в России откроют, кто-то обнесет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, чтобы этим пользоваться магазином, Амазон должен быть настолько распространен. А, в этом смысле? Вот. Ну, естественно... Да, господи, может сейчас кто-нибудь, не знаю, пятерочка сделает такую же тему. Ну, то есть, блин, появляется какая-то инициатива, ее тут же копируют у нас. Apple сделала Apple Music, а МДС тут же выпустила, там, свое приложение. Сделали Pokemon Go, тут же делают уже, там, Цой Го, или как его называют? Цой Го, да! Магните? Почему в Магните? Я думаю, в Магнолии. Фишка в том, что, на данный момент, в Магните самый, типа, донный магазин. Наоборот. Ну, ты гонишь, что ли? Ты че, вообще? Ты гонишь, что ли? У них очень много региональных магазинов. А, ты в плане распространенности? Нет, ты имеешь в виду распространения, может быть. Тут еще должен быть, нет. Он самый богатый. Из самых технологичных, мне кажется, это Магнолия, потому что Магнолия единственный магазин, где есть касса самообслуживания. Нет, касса самообслуживания в Магнолии. Где? В Ашане есть касса самообслуживания. Да, на такие фишки, где ты сам выбираешь. Ну, то есть, ты можешь прийти, отсканировать товары и уйти в Ашане? Ну, типа того. Ну, то есть, система, как бы, не... То, что делает Амазон, конечно, очень круто. Но это вариация на тему кассы самообслуживания, по сути, где ты набираешь продукты, а потом сканируешь их на выходе и уходишь. Ну, да. У меня есть еще круче. Да еще ты расскажешь после эфира. Спасибо, Паш. Вот. За варианты еще круче, которые никто не узнает. Думаю, можно, на самом деле, достаточно внимания уделили этой новостью. Можно двигаться. Эппл подтвердила слух о разработке беспилотного автомобиля. Блин, скоро люди не нужны будут вообще. На беспилотный автомобиль сам приезжает в магазин и... Подтвердила слух об уничтожении человека. В магазине без... Нет, это сделает Гугл. А в магазине без сказ тебе покупает робот по имени Чапи продукты, а ты в это время сидишь дома и чешешь себе яйца. Ну, то есть, вообще, изумительно. Эппл не удалось скрыть разработку беспилотного автомобиля. Сегодня компания... Ну, вчера компания отправила письмо Национальному управлению безопасности дорожного движения, в котором впервые признал существование проекта. Эппл заявила о крупных инвестициях в развитие машинного обучения и системы автоматизации. Компания верит, что технологии имеют потенциал во многих областях промышленности, но сама примеет их в создании автономных систем, которые изменят будущее транспорта. Я не знаю, я не верю в будущее. Я не верю в беспилотные автомобили. Это будет либо суперреволюция, либо полный провал. Либо это будет супермедленно, типа лет через сто. Вот это вот все, мы не доживем. Потому что беспилотные автомобили... Я не могу себе представить мир, в котором беспилотные автомобили, например, работало бы в Москве. Если все автомобили будут беспилотными, мне кажется, это будет работать. Безусловно, если все автомобили будут беспилотные, то это невозможно. Просто любая технология, которая зарождается в Латолик и Тонко, всегда стоит очень дорого. Но как только она становится более массовой, появляются более дешевые вариации. Ну это да. И заполняется рынок. Раньше, простой пример, это, конечно, сильно условно, но есть, типа, карты памяти. Раньше, типа, на 512 это была хищка. Сейчас это просто, ну, мусор. Сейчас карточка, там, на гигабайт. Да, это... Нет, ты мне сейчас другое... Ты мне рассказываешь другое, просто беспилотный автомобиль, она, сама концепция беспилотного автомобиля, чуть-чуть сложнее, чем карточка памяти. Согласен? Это понятное дело, я услышал, да. Потому что... Развитие просто дольше будет. Ну, до развития может длиться невозможное количество лет для нас. Но именно у Apple есть потенциал популяризировать это. Мне кажется, что беспилотный автомобиль, во всяком случае, очень будет сложно ему существовать в мире, где есть автомобили пилотируемые. На одной дороге. Беспилотный автомобиль и пилотируемый автомобиль... Потому что пилотируемый автомобиль в любой момент может, там, выйти из строя, еще что-то. Насколько я знаю, на данный момент наиболее удачный вариант это у Tesla. Вот в их автомобиле они... Ну, потому что они первые, кто реально впарился в это. Нет, я ничего не... Ну, Google свою машинку катал по вымышленным городам довольно долго, и они как-то все еще мнутся. А Tesla в определенный момент просто выпадила обнову, которая начала работать. Вот, и вроде... Там, по-моему, один или два случая есть, когда Tesla на автопилоте попал в аварийный, там, по-моему, без летальных исходов. Угу. А вот. Просто есть, например, технологии Volvo, там, по мгновенной остановке автомобиля. Есть уже тот же геохот все работает. То есть это может начаться в ближайшие пять лет. То есть... И есть шанс, просто есть большой шанс, что научится, в связи с развитием этой технологии, научится в управляемые машины текущие делать бюджетные варианты автопилотов. Ну, в это я верю. В это я верю. Это уже, ну, то есть много где тестируется. Блин, друзья, мне звонит курьер, мне надо ответить. Выйди, вышел. Я выйду. Можешь дочитать? Да, ладно. Эппл заявила о крупных инвестициях в развитие машинного обучения и системы автоматизации. Компания верит, что технологии имеют потенциал во многих областях промышленности, но сама применит их к созданию автономных систем, которые изменят будущее транспорта. Да. Письмен... Нам в чатике пишут, что одно летальное было. Окей. Ну, к сожалению, часто летальные исходы случаются и в автокатастрофах с участием и пилотируемых автомобилей. В письме Национальному управлению безопасности и дорожного движения, безопасности дорожного движения, Apple настаивает на значительных социальных преимуществах беспилотных автомобилей, особенно в предотвращении аварий и ДТП. Ранее компания не комментировала слухи о разработке беспилотных автомобилей, но в октябре 2016 года Bloomberg сообщила о закрытии проекта и распуске подразделений. Вместо создания самоуправляемого транспорта, Apple совместно с другими компаниями займется программным обеспечением для беспилотных машин. Ну, окей. Думаю, в процессе... Пусть Apple делает, потому что вот то, что Паша говорит... То есть просто, если говорить просто о беспилотных машинах, то есть машинах, которых вообще человек не будет принимать участие в управлении, это я в это не верю. Вот. А то, что это будет какой-то автопилот, ну, эта тема с автопилотом в целом давно существует, ее просто... ну, как бы она не очень популярна была. А новые технологии в сочетании с человеком с другом, в это я верю. Ну, вот тут довольно интересный вариант, что по статистике получается, что беспилотные машины все-таки безопаснее, потому что... Я не говорю, что беспилотные машины опасны. Я вот что не сказал, я понял. Я считаю, что водитель, человек-водитель, это самая опасная вещь. Человек-водитель. Я не хочу сидеть в беспилотной машине, когда рядом со мной едет человек-водитель. В другой машине, потому что он может мне навредить больше, чем я себе. Вот. Ну, то есть, да, главная проблема, это то, что я автопилот, и машина. Меня не смущает, что машина будет плохо работать. Меня смущает, что люди, которые рядом со мной будут не на беспилотниках ездить, будут, ну, потенциально опаснее. Скорее всего, система будет из серии Я-робот. Типа, машина едет беспилотно, но ты можешь переключиться. Ну, да. Просто понимаешь, если есть куча машин, которые управляются сами по себе, и в каждой из них ты садишься, задаешь маршрут, я практически 100% уверен, что со мной ничего не случится. Потому что они все вместе будут ехать по какой-то, да, заданной схеме. А если это сочетание искусственного интеллекта и не человека за рулем, то вот этот вот человек за рулем, он не машина, и он непредсказуем для меня. Он автоматически переходит в категорию опасности. Но со временем, если все перейдет к беспилотному пилотированию, то куча таксистов будут несчастны. Переходим к теме... Найдут тебе другое развлечение. Да, какое-нибудь. Другое развлечение. Я вожу. Я типа... А для многих, кстати... Такси, незаконное такси из-под полы с настоящим водителем. И какой-то сочно прячется там камера. Многие, кстати, есть еще один такой аспект, очень минорный, но многие получают кайф от самого процесса. Да, да, да. Это я не стал даже затрагивать, потому что это... Это отдельная тема, да, бездна. Ладно, перейдем к теме дня. У нас она сегодня, на самом деле, не очень обширная. Я думаю, даже мы ее довольно быстро расскажем. Да, это и неплохо, потому что остальному рассказывали довольно долго. Новость чья моя? Ну, давай ты. The Last of Us Part 2 создается без... Ну, Last of Us 2, давайте называть для простоты. Создается без участия Брюса Стрейля, а писать сюжет Нилу Дракмана помогает новая сценовистка. Стоило, бро, уйти в творческий отпуск, как Нил тут же подыскал новую сценовистку. Создается без участия продолжение... Продолжение The Last of Us создается без участия Брюса Стрейля, подтвердила компания Sony Interactive Entertainment. Жена Брюса Стрейля заявила, что продолжение Брюса Стрейля создается без участия Брюса Стрейля. Как говорится в заявлении, по итогам работы над оригинальной The Last of Us Uncharted 4 он взял отпуск на год. В будущем, вернувшись в родную студию, геймдизайнер планирует заняться своим следующим проектом. Просто оцените степень, насколько он реально утомился после того, как выпустили... Я устал! На год такой уходит просто отдыхать. Достали. Спит год. Таким образом, руководителем разработки The Last of Us 2 будет один Нил Дракман. Возьмите одного Нила Дракмана. Однако со сценарием ему поможет новый автор, 30-летняя Холли Уэгрин, Гроз, написавшая в частности историю для нескольких эпизодов Мира Дикого Запада. У нас вчера, кстати, случилась отличная опечатка. Мир Дикого Запада назвали Миром Дикого Запаха. Сиквел Одних из нас фокусируется на... Мой ящик с нас. Раздевалка в качалке. Сиквел Один из нас фокусируется на подросшей Элли. Она станет главной героиней игры, поэтому женщина-сценарист, как пишет пресса, принята в команду для того, чтобы сильнее раскрыть грани души и переживания виртуальной девушки. А вот... Это прекрасная дама. А вот, да, вот она. И несколько концепт-артов, наверное, которые вы уже видели. Да, ты... И Нил Драгни написал в Фитере, что типа она мой кик-эс, типа коврайтер, или что-то такое. Да, но... Ну, типа... Со-автор надиратель жопок. Надиратель жопельный со-автор. Да. Вот так вот. Вот. На самом деле, Last of Us обширно мы вроде обсудили вчера, поэтому сегодня можно сказать только что... Я дико рад за то, что у Нил Драгмана будет нормальный сценарист теперь. То есть в Naughty Dog теперь будет нормальная и интересная история. А в Last of Us хорошая история? Просто сюжет Uncharted это довольно... Сюжет Uncharted простые. И преимущественно создавался Диаме Хенинг. Да, да. И, кстати, четвертый мне нравится больше, потому что Юре, хотя я уважаю Мехенинг, но... На мой взгляд, слишком просто. Я придумывала вау момента, а потом связывала их как-то. Да, это видно. Гигантская подводная лодка. Фашистская гигантская подводная лодка. Ну и так далее. Титан, еще Титан, да? Да, да. Это, конечно, самый для меня топ абсурда. Сюжет Uncharted достиг момента, когда там после кораблекрушения в третьей части Дрейка прибивает к берегу там именно в нужном месте. Да, да. Его тут же подбирают люди, недалеко находятся с Салли. Ну, то есть... Ну, блин, это все настолько наивно. Такие совпадения, что Киселева, у него голова обзорвалась. Ну, вот. А в четвертой части довольно... Ну, мне нравится поместование. Ну, на мой вкус, оно лучше, чем в предыдущих трех частях. Оно и выстроено там по-другому. Да, и выстроено по-другому. А это больше на манер The Last of Us. И The Last... Вот я хотел сказать, что The Last of Us, на мой взгляд, это Nouty Dog. Получилось... Nouty Dog. Nouty Dog. Nouty Dog получилось действительно сделать, ну, интересную, крутую историю. И правильно ее... Ну, выстроить нарратив. Хотя, вот, по реакции в Фейсбуке, где у меня преимущественно люди из игровой индустрии, ну, там, российские или околоигровой индустрии, я был удивлен количеством людей, которым, на самом деле, не понравился The Last of Us. Потому что мне казалось, что эта игра была в свое время, которую многие, почти все, приняли с восторгом. А сейчас, вот, спустя несколько лет во время анонса второй части, многие пишут, что это симулятор таскания ящиков, слэш, неинтересная история. Просто удалить их людей из друзей. Они не заслуживают вообще, ну, как бы, ничего. Пусть трудятся над своими мобильными играми. То же самое можно сказать по поводу новых сценаристов, ну, новых старых сценаристов The Last of Us 2. Успехов Нил, успехов, давайте назовем, даму по имени, будем привыкать к ее участию. А, Холли, удачи, Холли. Пусть все будет как надо, и мы ждем очередную офигительную историю. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твоя Эля таскайте ящики. Вот. И в целом, наверное, да, закругляемся в Сербии, прислал до 199 рублей, пишет, в Текке можно было избивать кенгуру, медведей, пан, и динозаров еще до того, как он стал. Еще Баратин там можно было избивать, потому что был персонаж какого Муку Джин, по-моему. Да, и Павел, ты там понадобишься для завершения. Еще раз. Еще один, я думаю, еще раз. Максим Геннадьевич, Геннадьич Пейн не может успокоиться. Надо сделать серьезное лицо. Тот вечер был мрачнее, чем остальные. Кровь стынула, и одновременно я получал от этого удовольствие. Она просила наказать ее. Установить No Man's Sky на оба ее жестких диска. Кнопка скачать игру поставила жирную точку в этой истории. Я снял палец с кнопки на мышке. Я снял палец с кнопки на мыши. Все было кончено. Молодец. Отличная выдержка. Максим Геннадьевич, ты красавчик. Спасибо, друзья. Было сегодня очень весело. Пиши корнер-рассказы. Нет, не пиши, присылай донаты. Даже можешь без денег. Пересылай донаты без денег. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами были еще больше минералов. ДТФ.ру Увидимся с вами завтра на утренней передаче или сегодня на трансляциях. Ласт Гардиан вас ожидает. С вами были Павел Болоцкий, Захар Бочаров, Артаваст Мурадян. Мы с вами прощаемся на некоторое время. Спасибо всем и всем счастливо. Всем бо-бо-бо. С вами был Игорь Негода.